Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 676. Нам дана окружность с центром в точке О и угол А, стороны которого являются касательными к окружности. И обозначим точки касания В и С. И тогда запишем А, В и А, С – это касательные. В пункте А нам нужно найти отрезок ОА. Если известен радиус окружности, это 5 см, и угол А равен 60 градусам. Первое, что мы сделаем, мы соединим центр окружности, точку О, с точками касательных, то есть точками В и С, и получим два радиуса О, В и О, С – это радиусы окружности. По свойству касательные. Касательные А, В – перпендикулярно радиусу, проведенному в точку касания, то есть перпендикулярно А, В. А касательные А, С – перпендикулярно радиусу, проведенному к точке ее касания, О, С. И тогда, раз О, В – это два перпендикуляра, и эти перпендикуляры равны, значит, точка О равна, удалена от сторон угла, и значит, АО – это биссектриса угла А. А раз АО, ну, во-первых, соединим точки А и О, и раз АО – это биссектриса угла А, а угол А нам известен, то мы можем вычислить угол ВАО. Угол ВАО равен половине угла А. То есть равен половине от 60 градусов, это будет 30 градусов. А вот теперь мы рассмотрим треугольник А, В, О. Этот треугольник прямоугольный, и в нем угол ВАО равен 30 градусам. А тогда катет ВО, который лежит напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы ОА. И отсюда гипотенуза ОА будет равна 2БО или будет равна… БО – это у нас радиус. Радиус – это 5 см, значит, это будет 10 см. Пункт В. В пункте В нам нужно определить радиус окружности. При этом нам ОА, отрезок ОА, это 14 дециметров, и угол А. Угол А равен 90 градусов. А нам нужно определить радиус, то есть нам нужно определить ОВ. Ну, сразу, поскольку мы доказали в пункте А, что отрезок АО или прямая АО является бисектрисой угла А, то тогда мы можем вычислить угол ВАО. Угол ВАО равен половине угла А, то есть равен половине от 90 градусов, равен 45 градусам. А раз треугольник, треугольник АБО мы теперь рассматриваем, раз этот треугольник прямоугольный, и сумма острых углов в нем равна 90 градусов, то мы можем вычислить угол ВАО. Угол ВАО будет равен сумма двух острых углов 90 градусов и минус угол ВАО, который равен 45 градусам, и того будет 45 градусов. Таким образом, в треугольнике АБО два угла равны. Значит, такое возможно, только если треугольник АБО равноведренный, то есть в нем АБ, катеты АБ, и БО равны. А нам нужно найти в этом прямоугольном треугольнике БО, то есть радиус окружности. Запишем теорему Пифагора для этого прямоугольного треугольника. Квадрат гипотенузы будет равен сумме квадратов катетов, то есть катет АБ плюс катет БО. И поскольку АБ равно БО, то можно записать, что ОА в квадрате равно 2БО в квадрате. И отсюда БО будет равно корню квадратного из ОА в квадрате делить на 2. Это будет равно. ОА – это 14, значит, мы так и напишем 14 умножить на 14. И разделить на 2. Это будет равно. 14 разделим на 2, это будет 7. И 14 представим как 7 умножить на 2. Тогда это будет равно 7 корней из 2 дециметров. Итак, мы нашли ОБ или нашли радиус окружности. И нам осталось только записать ответ в пункте А. ОТРЕЗОК АО или ОА равен 10 сантиметрам. А в пункте Б радиус окружности равен 7 корням из 2 дециметров. Если вам понравилось видео, смотрите видео «Решение остальных задач» на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.